Ставки для самых главных, самых важных, почитаемых икон. У нас киоты стационарные и каменные, так решил наш главный архитектор Парван. Хотя, конечно, это нестандартная ситуация для православного храма, как правило, они переносные, шкафчики для икон бывают. Два их киота, мы сейчас у Южного, чуть позже к Северному подойдем. В каждом киоте, на фокусе икон, одна мазаичная в центре, остальные были живописные на досках. В 1922 году живописные иконы были изъяты из-за своих дорогих золотых и серебряных накладок в основном. В 2016 году разместили фотографии на месте этих изъятых икон, то есть мы сейчас видим лишь фотографии. В центре же мозаичная икона сохранилась, святой благоверный князь Александр Невский. И вот мы с вами понимаем, что мозаика эта отличается от тех мозаик, которые мы видим на стенах нашего храма. Мы сейчас с вами сравним прямой римский способ набора с обратным венецианским способом. То есть братья Фроловы основной конкурс выиграли. Но Академия художества с этим дорогим способом прямого копирования живописного полотна тоже получает несколько заказов. Это наиболее важные, наиболее почитаемые иконы киотов и иконостаса. И мозаичная икона святой благоверный князь Александр Невский набирается в базаричной мастерской Академии художеств прямым римским способом, прямым копированием живописного полотна Нестерова. И с нашего с вами расстояния, на самом деле очень близкого, мы ее от живописи можем не сразу и отличить. Спасибо.